В 18 веке на этой земле был возведен Кирилло-Новозерский монастырь, который просуществовал до Октябрьского переворота. В 18-м году в монашеские кельи были заточены первые политзаключенные, а после Великой Отечественной войны здесь содержали тех, кто сотрудничал с режимом Гитлера. После Хручевской оттепели политическую тюрьму преобразовали в колонию особого режима, а два года назад в качестве эксперимента из нее сделали тюрьму для пожизненно заключенных. Сегодня это единственная в России тюрьма подобного рода. Сейчас в колонии 127 заключенных, приговоренных к смертной казни, а затем помилованных комиссией при президенте России. Только двое из осужденных старше 60 лет, остальным меньше 40. Средний возраст составляет 28-35 лет. Основные расстрельные статьи, по которым осуждены эти люди, более трех убийств на каждого – грабеж, бандитизм и насилие. На огненном сидят люди, которые поставили себя вне морали и вне общества. Двух человек убить – это же не так просто. Это кто не убивал, это не может осознать и понять, почувствовать. Зная, что все перечеркнул в своей жизни. Смысл наказания на огненном – одиночество. Или, как говорят сами осужденные, смерть в рассрочку. Подавленное состояние вызвано отсутствием какой-либо информации. В зоне нет радио, телевизора и газет. Две тысячи книг из тюремной библиотеки старожилами уже выучены наизусть. Большинство литературы составляют детективы, фантастика и любовные романы. Кроме своего сокамерника, осужденным запрещено общаться с кем-либо, даже с конвоирами и надзирателями. Они сидят по помиламе, по жизненному заключению. А мы сидим по контракту. То же самое заключение. Вот и получается, что и они сидят, и мы сидим. В пожизненных камерах осужденные находятся подвое. Также вдвоем работают по четыре часа. Шьют рукавицы. Зарплаты хватает на то, чтобы купить табака. У многих вдоволь накуриться основная мечта в зоне. Четыре раза в месяц у заключенных баня. Также один раз в десять дней их выводят на прогулку. По сути, смертники гуляют тоже в камере, только вместо потолка в ней редкие стальные прутья. Прежде чем выйти на прогулку, осужденные обыскиваются. После этого их сковывают наручниками, чтобы исключить нападение на конвой и предотвратить попытки самоубийства. Раз в три месяца тем смертникам, от кого не отказались родственники, разрешается получать восьмикилограммовые посылки. Сами свидания с родными запрещены. Свобода снится, мать снится, иногда снится сын. Это невозможно выдержать. Сам этот срок пожизненное наказание, это само оно давит. Оно сильно давит и на нервную систему, и на все. Только что прибывшие в колонию заключенные нередко впадают в истерику, а потом в глубокую депрессию. По словам тюремного психолога Владимира Попова, только здесь они осознают, что ожидает их впереди. Я плакал. Это может подтвердить начальник тюрьмы. Я никогда в жизни не плакал. Вот тогда я заплакал. Не от радости, как объясняли там некоторые. Просто от горечи плакал. Многие осужденные ломки не выдерживают и предпринимают попытки суицида. Залезают в петлю, глотают гвозди. На тюремном кладбище за последний год появились две свежие могилы. На них нет надгробий и крестов. Нет даже имени. Только деревянная табличка с порядковым номером. В основном попытки свести счеты с жизнью предпринимают те, кто не просил о помиловании. А их в пожизненной тюрьме не так уж и мало. Я ему сказал, давай, не тянь резину, давай расстрел сразу. Я был рад расстрелу. Но взяли, по жизни дали. Это люди в большинстве своем, люди бессознательно, редко когда сознательно, бессознательно стремящиеся к смерти. И человек должен иметь право на смерть. Должен иметь право на то, чтобы его расстреляли, как и приговорил суд. Но оказывается, сегодня для такого подхода нет юридических оснований. Право требовать, чтобы им заменили пожизненное заключение смертной казнью, они не имеют.